Приветствую вас на нашем видеоблоге и всех наших с вами ресурсах, на которых вы можете находиться. Приветствую даже тех, кто новенький, только увидели это видео. И сегодня расскажу про атеросклероз брахиоцефальных и отдельно сонных, ну не отдельно, а в контексте сонных артерий шеи, как наиболее часто поражающихся и как с этим жить. Покажу для визуализации вам мою картинку любимую. Вот они сонные артерии, вот общая сонная артерия разделяется на наружную сонную артерию и внутреннюю сонную артерию. Вот в этом месте в бифуркации чаще всего, чаще всего образуются бляшки и растут. Ну, конечно, когда вы идете, проходите УЗИ и вам говорят, все, у вас там сосуды забиты там на 70% сонной артерии. Все, сразу шок, там у меня там бляшка, там все, она там некоторая, не некоторые, а многие начинают думать, сейчас она у меня там оторвется. Все. Самый часто встречающийся такой психоз у пациентов. Значит, сразу скажу, ничего там у вас не оторвется, никуда. Бляшка – это образование, которое находится не внутри стенки сосуда, там налипает на стенку, а под стенкой, под эндотелием, то есть она не может оторваться. Оторваться может только тромб. Вот если там, где бляшка, там будет разрыв этого эндотелия и там начнет скапливаться тромб, вот так тот тромб может оторваться. Но все дело в том, что когда вам делали УЗИ, если бы там был тромб, то УЗИ бы так и написал, что есть бляшка, а на ней есть, допустим, образование, тромбообразование процесс идет. Но это редчайший случай, то есть это вообще невероятно, чтобы такое заключение увидеть. Я такое видел от своей практики, которая десятками тысяч пациентов измеряется. Мы всем делаем УЗИ, видел всего лишь один раз. Поэтому, конечно, это из ряда казуистики. И у вас, конечно же, не будет. У УЗИ написано этого. Поэтому и бояться нечего, что он оторвется. Второй момент. Приблизим еще раз видео. Вот здесь у вас бляшка. Но кровь-то заходит в голову не только по внутренней сонной артерии, но и по позвоночной артерии. Вот вместе вот этот кровоток по позвоночной, по внутренней сонной, он образует 100% кровотока. 60% здесь, 40% здесь. Но организм же он компенсирующая система, самокомпенсирующая. Если здесь не проходит, а здесь проходит хорошо, то вот здесь вот через велизию в круг будет происходить компенсация, недостатка кровотока. И у нас есть пациенты, у которых полностью окклюзия, например, внутренней сонной артерии, то есть полностью бляшка заросла. Но эти пациенты не умерли, они даже занимаются на реабилитационных тренажерах в зале у нас. И при этом мы им следим за тем, чтобы здесь был максимально эффективный кровоток, и они прекрасно себя чувствуют. Как ни странно. Поэтому больших бляшек, что вы там от них умрете, есть ситуации много, когда человек очень пожилой, плохо себя чувствует, много сопутствующих. И даже хирург говорит, я не буду вас оперировать, потому что вы не выдержите операцию. И у них только и остается в запасе вот позвоночная артерия. Она, кстати, даже совсем пожилых людей, там старше 90 лет, в редчайших случаях, там, ну просто тоже какие-то разы я в своей практике видел, бляшки именно в позвоночных артериях. Она почти всегда чистая. Ну, скажем так, в 99,999% она всегда чистая и всегда готова компенсировать кровоток. Поэтому, если у вас большие бляшки в сонных, то тогда, значит, мы начинаем работать с позвоночными, либо гимнастикой для шеи, либо профессионально в клинике начинаем работать, и люди компенсируют свои кровотоки. Теперь по поводу непосредственно атеросклероза. Вот существует такой миф, что бляшки у людей, если образовались, то не рассасываются. В своей книге, вот в этой книжке «Другой путь. Медицина здоровья против медицины болезней» я этот вопрос подробно описал, что такое бляшки и почему все это глупости, что они не рассасываются, что они могут рассасываться. Там все описано, все механизмы. Вот. Кто хочет, скажем так, это более детально понять, читайте в книге, и вы простым языком достаточно написано поймете. Здесь еще более просто. Попытаюсь вам в двух словах сказать про бляшки. Вот все думают, что бляшки — это ну, скажем так, они состоят из молекул холестерина, то есть молекулярное образование, да, как нагар какой-то, какая-то накипь там, да, на трубах внутри труп образовалась, и пока ее не почистишь, грубо говоря, там каким-то скребком, да, она, ну, не уйдет никуда. Вот так и думают и хирурги, которые оперируют сосуды. Здесь не камень выгород хирургов, потому что зачастую эти операции действительно нужно делать. Вот. Но почему это мышление так вот надо почистить, да? То есть именно из-за того, что не понимают, что бляшка — это не образование из молекул, а образование из клеток. Клетки-макрофаги, которые проникают под эндотелией, они собирают лишний холестерин, который туда пришел для того, чтобы был принесен туда специальный организм, для того, чтобы делать новые клетки, но этого не происходит по причине микротравматизма, там, сосудов, воспалительных моментов, нарушений процессов обновления в организме, и холестерин там лежит, деваться некуда. Макрофаги его собирают и откладывают себя, становятся такими жирненькими. Не называются они пенистые клетки при этом. Макрофаги, которые наелись этого холестерина. Ну, не холестерина, а протеидов. Это такие молекулы круглые, сферические, которые переносят холестерин в крови туда, куда нужно. Вот. И если создать условия работы организма, когда этот холестерин понадобится, то макрофаги его с удовольствием отдадут и начнут оттуда расходиться. Вот. Этот эффект мы наблюдаем у великого множества наших пациентов. Очень большого количества. Это я описывал в статьях, в журналах, там, постоянно говорю об этом. Книжки это написано. В общем, ну, это все время я вижу в своей клинической практике по данным УЗИ. Вот. Но только с одним условием, что человек должен упорно это делать. То есть холестерин может понадобиться тому, кто постоянно соблюдает определенный режим. Режим какой? Прежде всего режим движения. То есть вот эта оздоравливающая ходьба, про которую я все время говорю, про которую вы можете найти видео на нашем видеоблоге, надо ее, прежде всего, делать ежедневно. Второе – это содержать в порядке кровоток по позвоночным артериям, для того, чтобы они питали хорошо гипоталамус, да, чтобы была хорошая выработка гипофизом под стимуляцией гипоталамуса, соматотропного гормона, соматотропный гормон, чтобы стимулировал печень, чтобы она вырабатывала соматомидин, а соматомидин, чтобы стимулировал все внутренние резервы организма, клеточные, органные, тканевые, для того, чтобы происходили процессы обновлений, да, то есть ходьба с хорошим кровотоком ствола мозга нужна, оздоравливающая. И принципы термодинамического питания неукоснительно соблюдать, которые изложены в книге, опять же, подробно. Ну а по-простому скажу, что необходимо убрать максимальные углеводы и насыть организм здоровыми жирами, из которых организм наделает углеводов столько, сколько ему необходимо. А из жиров наделает мембран и холестерина. Из жиров и холестерина наделает мембран для производства новых молодых клеток в тех же самых вот развилках, например, сосудов в сонной арте. И если вы будете этот режим соблюдать не менее года, то потом ваши УЗИ-сты искренне удивятся. И кардиологи, когда сделают вам очередное УЗИ-исследование. А вы порадуетесь, потому что бляшки эти ваши у вас уменьшатся. Почему? Потому что клеточки, макрофаги, они очень хорошо на это реагируют. И из них она и состоит, тело этой бляшки. Они начинают оттуда расходиться, расходиться, и бляшечки уменьшаются. Вот такие простые вещи. Хотя они недостаточно, может быть, простые, но они действия, они работают. И это проверено моей клинической практикой. Так что применяйте, не бойтесь, все бляшки у вас оторвутся. Вообще не бойтесь этих бляшек. А бойтесь своей гиподинамии, своей зажатой шеи и того, что вы неправильно питаетесь. Вот эти три фактора, они и убивают, они и приводят к этим нарушениям. А если их исключить и делать все наоборот, как положено по законам здоровья, вот тогда и наступает выздоровление. Будьте здоровы! С вами был доктор Шишонин. Продолжение следует... Будьте здоровы!